Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И, конечно, ключевые точки для входа в рынок мы с вами обозначим. Обычно именно данная часть занимает у нас большую часть вебинаров. Также обсудим ключевые новости, которые будут нас ожидать в ближайшие дни, которые могут повлиять на волатильность крипторынка, который и так уже выше некуда зашкаливает. Кстати, в данный момент биткоин штурмует свои максимальные значения исторические и значения максимальные сегодняшнего дня. То есть, тот ажиотаж невиданный продолжается. Мы видим только ускорение темпов роста. И все это мы, конечно же, обсудим чуть дальше по трансляции. Также будет в конце нашего вебинара презентация небольших специальных бонусов для тех, кто сегодня с нами и кто нас сегодня смотрит. Итак, как я и сказал, давайте начнем с небольшой технической вводной части. Что такое криптовалюта, я думаю, каждый из вас примерно представляет. И, конечно, так или иначе в СМИ вы наверняка слышали о биткоине, например, главной и основной криптовалюте. По большому счету криптовалюта это просто инструмент для проведения расчетов или платежей только на основе инновационной технологии блокчейн. Об этом мы тоже чуть позже скажем. То есть изначально задумывались криптовалюты именно для проведения расчетов или платежей внутри системы и более надежной, быстрой и дешевой оплаты услуг. Именно в плане издержек имеется в виду. Однако довольно быстро стало понятно, что биткоин и другие криптовалюты это прежде всего инструмент для инвестиций, а точнее для спекулятивного дохода. Само собой, вот те десятки, сотни процентов дохода, которые мы видим, эти движения с очень большой волатильностью, они подразумевают под собой некий риск. Но тем не менее, пожалуй, криптовалют это на сегодняшний день главный финансовый актив вообще для получения дохода. Было довольно много уже исследований в этом году представлено. Оценивали эксперты и волатильность финансовых инструментов, и их перспективы для роста. И, конечно, криптовалюты занимают именно топовые места во всех этих списках. Поэтому именно нас с вами интересует второй вариант применения криптовалют, а именно получение дохода за счет изменения их цены. Простой пример, вы наверняка, если видели график, то внимание обратили, что в январе текущего года биткоин стоил меньше 1000 долларов, 700-800 примерно, но доходил до 900. Сейчас же он торгуется на отметке в 15, уже 700, хотя сегодня утром, например, по какому времени вы обычно живете, отслеживаете рынок, но сегодняшняя торговая сессия открывалась на отметке в примерно 13 тысяч долларов. То есть сами можете оценить. На самом деле ситуация, которую мы видим сегодня и видели вчера, это нечто из ряда вон выходящее, такое мы видели уже раньше по биткоину, именно если в процентном соотношении наберем. Но, тем не менее, вот именно в номинальном выражении, в денежном эквиваленте, столь сильных тенденций и столь сильного движения мы ранее не видели. Мы, опять же, чуть позже обсудим то, что все это означает и как нам использовать те движения, которые есть в данный момент. Это абсолютный хайп, выражаясь современным языком. И нас, прежде всего, будет интересовать то, что нам делать далее. Биткоин появился первым и на самом деле является ключевой криптовалютой на сегодняшний день. Это основополагающая, фундаментальная криптовалюта. Поэтому, прежде всего, если речь идет о криптовалютах, то говорят, конечно же, о биткоине. Хотя, конечно, мы также признаем большой потенциал у лоу-стратегии портфельного инвестирования. Об этом тоже мы сегодня расскажем. Где подразумевается использование роста именно альткоинов. То есть, тех активов, которые являются своего рода последователями биткоина. и которые также могут расти на сотни процентов, причем за считанные часы или считанные дни. Поэтому, если вы с данной сферой начинаете только знакомиться, то у вас, я уверен, ждет еще очень много интересной информации. И очень много вариантов различных, как можно получать дополнительный доход, как можно зарабатывать на криптовалютах. Подходов, на самом деле, масса. Мы разбираем только основные, наиболее надежные, проверенные временем в ходе наших вебинаров. Поэтому, опять же, вы, возможно, еще только в самом начале довольно большого пути. В чем изначально заключалась прелесть криптовалют, и почему они приобретали такую популярность и такими быстрыми темпами? Прежде всего, за счет отсутствия единого центра, отсутствия единого регулятора. То есть, допустим, если эмиссия денег в какой-либо стране поддается манипуляции со стороны Центрального банка, который решает, сколько денег напечатать в какой-либо из дней, месяцев или лет. А в то же время, в случае с криптовалютой, вот их появление новых монет, оно технологически заранее запрограммировано, и новые монеты появляются только в результате майнинга. То есть, есть такая уже довольно серьезная группа участников, которые занимаются майнингом, то есть, помогают обрабатывать транзакции внутри той или иной системы. И иначе как с помощью майнинга криптовалюту новую не получить. Ну, можно, конечно, купить ее, но это уже будет так называемой, можно привести аналогию с рынком ценных бумаг, например. Это уже вторичный рынок, да, то есть, вы покупаете биткоин у кого-то. Изначально же они появляются только в результате майнинга, и на самом деле ранее можно было даже на любом обычном компьютере этим заниматься, получать некий доход. Но сейчас уже вот эта большая гонка мощностей, которая продолжается последние годы, привела к тому, что, скажем, на обычном домашнем компьютере, или даже на небольшой домашней ферме, довольно сложно получать именно биткоин. Поэтому сейчас такие небольшие частные майнинги сосредоточились либо на выработке каких-то очень дешевых, небольших по капитализации монет, либо занимаются трейлингом криптовалют. То есть, заниматься торговлей криптовалют на самом деле в данный момент более актуально. Вот можете судить сами, да, можно потратить, скажем, несколько дней на получение определенного количества каких-то монет, да, которые стоят, скажем, несколько долларов, например. А можно купить биткоин утром по 13, продать вечером по 15-500, как это происходит сегодня, например. Поэтому, конечно, есть целый ряд плюсов трейдинга по сравнению с более традиционным майнингом, который появился изначально. Хранятся биткоины на различных кошельках. Если вы их у себя уже имеете, то могли протестировать данный функционал. Это можно сделать либо в интернете, на онлайн-кошельках, либо с помощью так называемого холодного хранения, то есть когда у вас хранятся криптовалюты на жестком диске, на специальной программе на вашем компьютере. Почему будет биткоин расти и дальше? Вот та информация, которая на данном слайде есть, она вся абсолютно верная, да, и так или иначе все эти факторы влияют на рост котировок биткоина, но главное из всех этих причин, это, пожалуй, именно психология участников рынка и приток новых средств в данную сферу. Дело в том, что каждый из нас и каждый из, скажем, жителей планеты узнал о криптовалютах в разное время. То есть кто-то, скажем, познакомился с ними еще в далеком 2011 году, только на заре становления данной сферы, и уже тогда начал вкладывать сумму инвестиций в данную область. А кто-то только, скажем, несколько дней назад впервые услышал про биткоин и решил поучаствовать в росте, решил инвестировать в данный актив. То есть у всех разная степень осведомленности и все получали информацию в разное время. Поэтому мы видим, как новый капитал приходит в сферу постепенно. с разной скоростью, конечно, если в прошлые годы было несколько волн взрывного роста криптовалют и волн роста капитализации сферы, но все-таки это ничего по сравнению с тем, что мы наблюдаем именно в этом году. Вот в 2018 году произошел такой момент, когда, по сути, очень-очень много людей узнало про криптовалюты, и поэтому мы наблюдаем столь сильный рост котировок. Вот когда мы перейдем сейчас в торговую платформу спустя несколько минут, вы сами сможете данную ситуацию увидеть. То есть не может просто так расти, скажем, какой-то актив, он растет только за счет притока новых средств. То есть покупателей должно быть в моменте гораздо больше, чем продавцов, чтобы гнать цену вверх. И именно это мы и наблюдаем на протяжении всего 2017 года. Причем есть все основания полагать, что данное движение продолжится, и, конечно, те, кто еще не успел в этом поучаствовать, имеют все на это шансы. Несколько основных терминов, тезисов, с которыми вы должны быть знакомы. Первый – это блокчейн, мы о нем уже упоминали сегодня. Блокчейн – это та технология, то обобщенное название всей той базы, фундамента, на котором основаны все криптовалюты. Блокчейн подразумевает под собой именно такой подход, при котором информация хранится, скажем, не на каком-то одном или нескольких серверах, не на том едином центре, о котором мы говорили, а именно находится на каждом узле системы. То есть она децентрализован. И в этом главный ее плюс. Вот видите сами на схеме довольно простой. В случае, скажем, с фондовым рынком есть единая клиринговая палата, например, которая ведет учет всех сделок. И сделок именно, скажем, по операциям с ценными бумагами, с акциями, например. А в случае же с блокчейном, по сути, каждый майнер, каждый узел этой системы участвует в том, чтобы система была способна участвовать в обработке транзакций и так или иначе хранит информацию, общедоступную, кстати, для всех. То есть, если мы проводим, обычно для понимания, простую параллель между сайтом в интернете и самим интернетом. То есть есть общая технология интернета или блокчейн, и есть его, скажем, следствие, то есть некая составная часть. Это криптовалюта или сайт, по аналогии. ICO – это способ привлечения инвестиций в IT. Проекты, прежде всего, конечно же, основанные на технологии блокчейн, и ICO были основаны именно на платформе эфир. Это криптовалюта, но в первую очередь это именно платформа для создания и введения проектов на основе умных контрактов. Про эфир мы несколько позже поговорим. Довольно интересная криптовалюта. Пока же у нас остался буквально один вопрос, который необходимо осветить, и мы перейдем к торговой платформе для онлайн-анализа рынков. На самом деле на всех биржах, плюс-минус котировки отличаются, потому что каждая биржа криптовалют – это система замкнутая. Поэтому где-то мы в чате видим сообщение о биткоине уже 16 тысяч стоят долларов, где-то по нашим данным пока еще 15-800, но однозначно верно одно, то, что биткоин сегодня очень и очень хорош в темпах роста, то есть в том, как быстро он сегодня прирастает. Те, кто, скажем, держит позиции на покупку, пока можете, конечно же, их удерживать. Те, кто пока еще не купил, вот советы мы дадим буквально через несколько минут. На самом деле мы говорили о том, что все, в том числе и многие майнеры, переходят постепенно на трейдинг криптовалют, то есть так или иначе участвуют в изменении цены криптоактивов. И встает вопрос, где же открыть торговый счет и как торговать криптовалютой. Сделать это можно через биржу, это более классический, более устаревший формат работы, либо сделать это можно через регулированную брокерскую компанию. Такой компанией как раз таки является Amarkets. Собственно, мы для вас сегодня данную трансляцию и проводим. Плюсы и минусы работы с каждой из таких площадок вы можете видеть на данном слайде. Ключевой принцип, на который стоит обратить внимание, это, конечно же, принцип надежности и гарантии по сохранности ваших средств. Поэтому, опять же, те, кто работал, скажем, с биржей криптовалют, либо слышал какую-то информацию по этой теме, знают о том, что не всегда выполняется именно элемент надежности. Мы видели несколько ситуаций с банкротством криптобирж. Например, MT-GOX в 2013 году видели факт блокировки, заморозки счетов в текущем году на бирже BTC. Поэтому постепенно с биржей криптовалюты многие трейдеры переходят именно в брокерские компании, так как ее условия торговли на самом деле здесь также представлены наилучшие. Итак, думаю, что настало время перейти в торговую платформу MT4 для того, чтобы обсудить рынок в режиме онлайн. Именно для этого мы с вами в первую очередь и собрались. Буквально несколько минут будет запущена трансляция, точнее даже несколько секунд, и трансляция рабочего стола на моем компьютере начнется. Уточните, пожалуйста, видно ли вам график на экране. Поставьте плюсики в общий чат, если это так. На данном слайде, точнее в данный момент, мы видим именно график по паре BTC-Dollar. Да, отлично, отлично, вижу, что все в порядке с картинкой. Для тех, кто не полностью видит график, вы можете просто развернуть трансляцию на весь экран, тогда у вас появится возможность лучше видеть, что происходит с ценой. И так как уже было, но и отлично, сегодняшний день становится своего рода знаменательным, потому что столь сильного изменения цены в ходе одной торговой сессии мы еще не видели никогда за всю историю по биткоину. Я говорю именно про движение в номинальном, то есть не в процентном, а именно в денежном эквиваленте. То есть, как и было сказано в начале трансляции, более чем на 2500 сегодня выросли цены на биткоин, именно того, если мы говорим. И, конечно, это факт и большой повод задуматься о том, что происходит, многие, насколько я знаю, и как мы обсуждаем со участниками нашего торгового чата в Телеграме, если вы еще не присоединились к нему, то я вам настоятельно рекомендую это сделать, потому что именно там мы в режиме реального времени обсуждаем лучшие торговые идеи по криптовалютам каждый день, в отличие от трансляций, которые бывают всего лишь раз в неделю. И многие участники чата сегодня писали, и мы советовали это делать, что фиксируют свои длинные позиции, то есть закрывают сделки на покупку, которые были открыты ранее, и пока остаются даже в стороне от рынка, потому что на самом деле ситуация, она нестандартная. Вот если посмотреть историю изменения цены, биткоин-доллар, то похожая ситуация, отдаленно похожая, к нам в прошлом была. То есть если мы сравним именно размер с вещей дневных, то есть оценим волатильность и то, как изменялась цена актива, то увидим, что похожая ситуация была, например, в октябре 2015 года, октябрь-ноябрь. То есть видим даже, что примерно совпадает цикл, если мы смотрим на, скажем, время года, на месяц, то есть также именно к концу года произошел резкий всплеск волатильности и рост цены. И вот отметим характерную одну деталь, да, это именно размер свечей, то есть то, насколько быстро, скажем, цена изменилась всего лишь за одну торговую сессию. А что было после этого, вы, я думаю, что на графике видите. А последовала коррекция, некий откат, потому что очевидно, что когда цена чрезмерно задрана вверх, покупателей будет все меньше. То есть даже те, кто сейчас очень хочет купить биткоин в данный момент, скорее всего делать этого не будет, потому что вполне логично, что должна быть коррекция, должен быть некий откат, и цена должна быть лучшая. То есть есть лучшая цена потенциально, по которой можно сделку будет открыть в ближайшее время. Поэтому, пожалуй, основной вывод, который сейчас напрашивается, это скорая коррекция по биткоин-доллару. Опять же, пока нет сигналов к продаже, то есть ни в коем случае пока не следует открывать сделку на продажу, но нужно быть готовым к тому, что подобный сигнал появится в ближайшее время. Опять же, если мы вернемся и посмотрим, то классическая ситуация, классический паттерн на финансовых рынках, заключается в том, что несколько дней происходит очень большой объем, есть большой объем на покупку, то есть заходят последние участники, которые пытаются успеть заработать на изменении цены, и после этого уже начинаются довольно массовые продажи. И поэтому, если мы посмотрим опять же на текущий момент, то увидим, что последние две свечи на самом деле довольно больших размеров, но, тем не менее, пока еще нет признаков к развороту цены. Еще один показательный фактор, то есть как можно спрогнозировать возможную коррекцию и откат цены заключается в том, что нужно оценить еще и размер верхней тени свечи. Что такое тень? Это именно область, которая находится выше закрашенной области свечи, то есть некая линия. И это означает, что, скажем, в моменте, в ту торговую сессию цена находилась гораздо выше, но затем уже в ходе той же самой торговой сессии продавцы, то есть либо те, кто покупал, начал массово закрывать свои позиции, они опустили цену гораздо ниже, чем был ее дневной максимум. И вот если, скажем, есть большая тень, то это является довольно верным признаком того, что будет некое снижение. Именно такую ситуацию мы наблюдали несколько дней назад, когда состоялась коррекция и откат с 11 400 долларов до 9 тысяч, даже, может быть, несколько ниже 9, отметки в 9 тысяч цена опускалась. И вот на самом деле тогда было похоже на то, что может быть некий откат. Мы локально с трейдерами продавали в один из дней и заработали на снижении также довольно неплохо, но вот когда цена вновь в тот момент вернулась выше уровня, если мы посмотрим ту формацию, вот те 3 дня, то цену вернули вновь выше важной отметки. Более того, нам дался довольно сильный объем на покупку на любой бирже, вы могли это заметить в те дни. Поэтому, конечно, было очевидно, что коррекции пока не будет именно на тот момент времени. Сейчас же стоит ожидать, будет ли подобная формация. Самое главное, что стоит запомнить, то, что рынки цикличны и за ростом всегда следует снижение. Поэтому в любом случае откат примерно на 30% как минимум должен состояться рано или поздно. Причем, судя по размеру этой свечи, по резкому выходу объема это может состояться уже в ближайшие дни. То есть, либо, скажем, сегодня еще может состояться снижение, фиксация позиций на покупку, и мы увидим длинный хвост, большую тень, то, что мы сейчас вам показывали, то, что было ранее на исторических данных. Либо еще, например, завтра будет такая же большая по размеру свеча. То есть, в таком случае биткоин может дойти и до 18, даже до 20 тысяч за одну монету. И вот после этого уже, опять же, при первых признаках разворота можно будет говорить о том, что наступает именно фаза снижения, либо цикл коррекции. Поэтому на самом деле сейчас, вот именно чтобы прям в данный момент открывать, скажем, какую-то сделку, то, пожалуй, что стоит остаться, не стоит этого делать, и нужно остаться в стороне от рынка. Либо, если, скажем, у вас есть возможность с какой-то небольшой суммой, например, открыть сделку, причем, скажем, на вашей бирже приемлемые условия, либо вот как у нас в компании довольно небольшой спред, то есть можно открывать сделку и закрывать ее очень быстро. То есть, скажем, нет потери на, большой потери просто при открытии сделки, когда, скажем, торговля внутри дня, она невыгодна и приходится открывать только долгосрочные позиции. Вот если у вас, скажем, в вашей компании, как у нас в Амаркетс, вы можете с довольно узким спредом открывать сделку и участвовать, торговать внутри дня, то локально еще можно покупать и, скажем, рассчитывать на рост в 200-300 долларов до конца сегодняшней торговой сессии. Но если вы все-таки более долгосрочно работаете, то просто нужно остаться пока в стороне от рынка и наблюдать за дальнейшей ситуацией. Опять же повторюсь, что сейчас для покупки дает шея цена, особенно если мы говорим с позиции долгосрочной сделки, а для продажи, в свою очередь, нет точного сигнала. Вот несколько недель назад все записи вебинаров есть на нашем YouTube-канале, поэтому вы можете найти подтверждение моим словам, что точки входа на продажу биткоина и точки входа для участия в коррекции мы в ходе вебинаров в прошлые разы прогнозировали довольно точно. Это было и когда был некий негатив из Китая, как вы помните, и когда чуть позже был момент, с так же массовой фиксацией прибыли, мы довольно точно приобрели эти моменты и входили в рылок именно на продажу биткоина. Сейчас же пока такого сигнала, к сожалению, нет. Но опять, к сожалению, для тех, кто находится вне рынка. То есть, если вы удерживаете позицию на покупку, то, конечно, у вас все довольно неплохо, потому что цена идет вверх и, конечно, рост может продолжиться как минимум в ближайшие часы, а может быть, как мы уже обозначили, и завтра. Но, опять же, стоит помнить еще один момент, то, что повторюсь, то, что рынки не только цикличны, но и закономерность есть в волатильности. То есть, после сильного роста всегда следует фаза коррекции, когда актив находится практически на месте, плюс-минус, скажем, двигается на 5%, не более чем на 5%. Хотелось бы немного обсудить ключевые новости, которые были и ожидаются в ближайшие дни. Прежде всего, стоит сказать про то, что в Южной Корее были запрещены официально фьючерсы, то есть, производные инструменты на биткоин, криптовалюты. Новость довольно во многих ресурсах публиковалась, поэтому, возможно, вы про нее слышали. Вот все разговоры сейчас так или иначе ведутся вокруг того, что 10 декабря уже будет запуск первых производных инструментов, то есть, будут доступны фьючерсы и опционы на биткоин на американской бирже. И позже, причем сразу на двух в этом месяце планируется запуск опционов. Это означает, что очень крупный капитал американских инвесторов, да, не просто частных инвесторов, а именно, скажем, хедж-фондов, инвест-компаний, банков, сможет также участвовать и торговать криптовалютой. То есть, все это будет означать то, что резко увеличится капитализация криптовалют, причем не факт, скажем, что вот этот крупный капитал будет покупать биткоин, то есть он может вполне сыграть и на понижение криптовалют. То есть, пока еще сложно прогнозировать то, в какую сторону, скажем, пойдут котировки после начала официальных торгов на биржах США, но ясно одно, что резко увеличится и волатильность еще более будет заметна, и увеличится капитализация суммарной криптовалюты. Поэтому все внимание опять же к рынкам после 10 декабря и 18 декабря также на Чикагской товарной бирже будет запущена торговля производными инструментами от криптовалют. Но вот Южная Корея заранее запретила торговлю фьючерсами. Напомню, что нескоранее они уже запрещали СЕО на территории Южной Кореи. Тогда это вызвало небольшой всплеск сделок на продажу. Были некие покрытия по позициям и небольшой выход капитала из биткоина, например. Но в целом тот негатив довольно быстро отыграли и откупили в тот момент. И, конечно, вот сейчас все новости связаны с тем, что биткоин я вкуплен, то есть есть некий элемент перекупленности и то, что происходит в последние дни. Это не совсем здоровая ситуация, что называется, потому что похоже даже на некий элемент манипуляции рынка, когда сознательно разгоняется криптовалюта. Те из вас, кто видел, возможно, граффити небольших криптовалют, которые разгоняют, скажем, на 50-100% в течение каких-то дней, а потом просто продают и сливают их обратно до прежних значений. Сейчас биткоин, скорее, его график напоминает именно такую. Криптовалюту нужно учитывать разницу в капитализации. Все-таки биткоин это ключевая криптовалюта и, скажем, манипулировать им гораздо сложнее и гораздо затратнее, чем какой-то небольшой криптовалютой. И, тем не менее, есть признаки считать так, именно так, что цена абсолютно сейчас спекулятивна и, конечно, обоснованно он должен стоить гораздо дешевле. Но, опять же, это не означает, что нужно, скажем, начинать продажу уже сейчас, потому что могут цены утащить и еще гораздо выше. Еще один интересный момент именно сегодняшней торговой сессии, что, помимо биткоина, если мы посмотрим на графике других криптовалют, топовых именно, то, вот, ключевые альткоины сегодня не растут. Вот, если несколько дней назад мы видели, что рос и биткоин, и даже основные альткоины в том числе, то есть, в целом, приток капитала в сферу увеличивался, то сегодня мы видим, что растет, по сути, только биткоин, ну и некоторые небольшие монеты. Если мы говорим про топы, да, по капитализации, вот, которые мы сегодня, чуть позже рассмотрим, то ни одна из этих монет подобную динамику по биткоину не показывает. И это повод задуматься о том, что сейчас капитализация в целом, криптосфера, она не растет, да, то есть, тоже некий негативный такой сигнал, поэтому в ближайшие дни, опять же, не стоит исключать довольно высокая вероятность коррекции по биткоину, и при этом еще большой вопрос, будут ли при этом расти альткоины, да, потому что обычно мы знаем, что, скажем, многие продают биткоин, да, через биржу обменивают его на другие криптовалюты, и затем уже выводят именно в альткоинах, да, сумму с биржи, скажем, на свои кошельки. Но в случае каких-то массовых панических настроений может падать одновременно все, да, поэтому нужно быть опять же осторожным, но в тот же момент, если мы посмотрим сейчас, мы постепенно переходим уже к анализу других криптовалют, всего в Амахпетс у нас доступно сейчас 15 криптопар основных, поэтому можно участвовать, зарабатывать как на росте, так и на снижении по каждой из них. Да, вот опять же важное преимущество работы через брокеры заключается в том, что вы можете и продавать криптовалюту, участвуя и зарабатывая на снижении их курса, да, что довольно сложно сделать, скажем, при работе на бирже или еще сложнее, когда вы занимаетесь майнингом криптовалюты, это просто то, что вы производите, оно падает в цене. Вторая криптовалюта по капитализации по своей составляющей, да, опять же, по репутации, наверное, это все-таки эфир, то есть именно его можно считать вторым, и сейчас мы смотрим на график данной криптовалюты. Довольно интересная ситуация у нас наблюдается, почему? Потому что сейчас цена приближается к прежним максимумам. Вот несколько недель назад довольно неплохо мы с трейдерами заработали на том, что был пробой прежних максимумов, это отметка в 400 долларов за одну монету, и после этого пробоя, в данный момент цена сходила до 500. Конечно, это не такое движение, какое можно было ожидать, но тем не менее, вот там, после пробоя горизонтальная линия оранжевого цвета, вы видите, уровень, это прежний максимум, и две вершины было. Мы наблюдали довольно направленное трендовое движение и довольно быстро удалось за неплохую прибыль. Сейчас же мы наблюдаем интересную ситуацию в том плане, что цена подходит к этой же границе, но уже сверху вниз. То есть наблюдается так называемый ретест этого уровня. Если мы еще более пристально посмотрим на данную картинку, то увидим, что от этого уровня цена уже отбивалась. В данный момент, это было 30 ноября, как раз таки в ходе нашего прошлого вебинара мы говорили о том, что цена может от данного уровня отбиться. Это было в прошлый четверг. И стоит отметить, я покажу давайте эту область, выделю ее специальным цветом, чтобы было видно. Вполне вероятно, что мы можем отбиться от этого уровня и сегодня, но судя по ситуации, которая складывается на биржах, опять же, по соотношению ордеров в стакане цены по объемам, все идет к тому, что уровень вероятно будет пробит сверху вниз. И в таком случае цена вполне может дойти до нижней линии, это линия поддержки, которая с июля этого года формируется. Вот мы видим, и вдоль данной линии происходили довольно объемные покупки, поэтому именно эта линия является следующей целью по эфиру. То есть, если мы, скажем, сегодня, либо в ближайшие дни оказываемся ниже отметки в 390 долларов за один эфир, то вполне можно его продавать, и цель в таком случае будет находиться как минимум на отметке 350, либо 340 долларов за одну монету. Кстати, вот похожая ситуация, сейчас специально найду, уже состоялась сегодня. Да, на самом деле это вот по Zcash, это еще один актив, да, еще одна монета, которая доступна для торговли в нашей компании. Согласитесь, ситуация похожая, есть некий уровень горизонтальный, есть линия поддержки, вдоль которой производились закупки, и после пробоя этой линии, да, эта линия, кстати, отмечалась с нами еще в ходе прошлых вебинаров также, и мы немного покупали Zcash после ее пробоя, но прибыль там была либо совсем небольшой, либо без убыток, закрылись, потому что затем произошел откат, как видите, как раз таки откат произошел почти до линии, вот в данный момент, до линии поддержки, и сейчас цена явно направляется туда же, то есть если вам нужен какой-то локальный срочный сигнал на перспективу ближайших часов или ближайших одного-двух дней, то можете продать Zcash, например, сейчас он 280 стоит, и закрыть сделку по 250-260 примерно, то есть будет довольно быстрая и простая сделка. Двигаемся дальше, на очереди Эфир Классик, также очень интересный в своем роде актив, но на самом деле долгое время считалось, что Эфир Классик уже не обретет популярность, и скажем по нему не будет резких движений. Мы с трейдерами даже вот в ходе прошлых трансляций показывали, что есть некая тенденция к понижению, то есть был нисходящий тренд, но все изменилось в начале ноября, напомню, тогда был общий рост по всем криптовалютам, по биткоину в первую очередь, и на фоне вот этих движений Эфир Классик тоже покупали, как одну из довольно старых криптовалют, с тоже довольно солидной капитализацией, поэтому и стало возможным то, что он вырос более чем в два раза с 16 до 32 долларов. И сейчас мы видим, что ситуация во многом похожа на ситуацию по Эфиру. Мы также приближаемся к прежнему максимуму. Кстати, обратите внимание, по Эфир уже есть некая тенденция к отбою от этого уровня, то есть он торговался буквально только что по 397, сейчас уже 405. То есть на динаме видно, что появляется тоже некая тень, вот этот хвост, поэтому уровень на самом деле важный. Если уровень не устоит, то будут дальнейшие продажи. Поэтому также внимательно смотрим за данным уровнем по Эфир Классик. Если появится еще на меньших таймфреймах, например, на часовом, появится сигнал на разворот, то есть допустим мы для начала должны закрепиться выше данного уровня. Это по Эфир Классик отметка 25.50. Потому что именно здесь как видите было скопление объема скопления свечей вдаль этого уровня. А еще лучше, если будет вчерашний максимум перебит. Это уровень 27 примерно за Эфир Классик за одну монету. Вот от этих уровней можно будет покупать. В случае если криптовалюта оказывается выше этих значений, то Эфир Классик можно будет купить с целью на перебой прежнего максимума, то есть выше 32 точно он в таком случае должен уйти. Но если мы уйдем ниже 22, это линия оранжевого цвета прежний максимум, тогда мы также продаем Эфир Классик, как это было с Эфиром, например. Идея во многом похожая. По Zcash мы уже несколько слов сказали, здесь во многом Zcash опережает по своим движениям Эфир при похожей формации на графике и видим, что уровень уже был пробит, мы закрепились ниже и сейчас двигаемся к нижним границам. То есть пока Zcash находится в подвешенном состоянии, его можно скорее продавать, для этого есть сигнал. Но покупки по нему пожалуй сейчас не так уместны, потому что мы видим, что пока все криптовалюты ключевые, я имею ввиду, росли. Вот в ходе ноября, например, и раньше Zcash топтался на месте, либо выстреливал, но быстро опускался обратно. Поэтому он низко слабее выглядит, чем другие основные криптовалюты. Поэтому его покупать логичнее всего будет только при обновлении исторического максимума после проблога отметки в 400. Вот его максимум. Либо прежняя консолидация на отметке в 358. Сейчас тоже обозначу этот уровень, вот вершина, видим, откуда его начали продавать довольно активно. То есть только в этом случае можно его покупать, пока же он смотрится довольно слабо, откровенно говоря. поэтому переходим пожалуй к следующему инструменту это Монеро. Монеро на самом деле приятно удивил многих. Да, сейчас очень много говорится о его преимуществах, которые на самом деле для кого-то такими не покажутся, но тем не менее это Монеро одна из самых анонимных криптовалют. то есть если скажем по Биткоину или по многим другим криптовалютам мы можем видеть информацию о скажем сумме транзакции, да, о дате там сделки допустим, но не видим отправителя и получателя, то в случае с Монеро информация полностью скрыта и довольно сложно узнать хоть что-либо. Поэтому к ней был особый интерес и многие переводили сумму даже из Биткоина в Монеро и на самом деле видим, как буквально на 90 выложив цена выросла до почти 300 буквально за несколько недель. Что касается сейчас, для того, что происходит сейчас, то ситуация такая, какая может быть по Биткоину в ближайшие дни. Согласитесь, чем-то похожая ситуация. Вот у нас также есть свечи довольно большого размера, мы видим то, о чем мы говорили в начале трансляции. Вот аномально большие зеленые свечи, цена проходит за день с 200 до 250 долларов. То есть это очень много в процентном соотношении, в процентном выражении. И после этого следует такая же большая свеча, но уже с длинным хвостом. Есть некий уровень, в этом случае это уровень 290, от которого начались сильные продажи и массовая фиксация прибыли. Поэтому вот мы видим, что и произошел откат за 1,290 максимум цена в итоге день закрылся по цене в 260. Если сегодня по биткоину либо завтра такое вполне возможно произойдет похожий сценарий. Кстати, биткоин сейчас уже немного снижается. Если будут похожие свечные формации, как по Монеро, то и появится сигнал на продажу именно биткоина. И соответственно Монеро сейчас тоже может снижаться. Мы обозначили несколько ключевых уровней. На графике вы их можете видеть. Это отметка в 200 долларов за одну монету и 170. Уровень 170 и 200. Это два ключевых уровня. Именно вблизи этих значений была консолидация объема в прошлые разы. И вот вы сами можете видеть скопление свечей большое именно вблизи этих значений. Вот первая зона первой области и вот вторая. То есть именно после выхода за рамки данных консолидаций начался стремительный рост последние дни. Поэтому вполне вероятно, что как и в случае с эфиром либо с эфир классик после роста цена вернется к своему прежнему максимуму. Прежний максимум по Монеро это 200. Поэтому опять же вот еще одна из торговых идей это продажа именно Монеро по отношению к доллару либо по отношению к биткоину. Например, ее можно продать, но это уже сделка с дополнительными переменами, что называется. То есть нужно еще учитывать и перспективы биткоина в таком случае, который тоже рискует снизиться в один из ближайших дней. лайткоин далее на очереди. По сути, если сделать небольшое отступление от темы, то мы уже неоднократно отмечали, что есть некое противостояние условное между биткоином и альткоином. То есть есть такой цикл уже сложившийся, что скажем, довольно часто мы видим, как биткоин растет, альткоины падают, затем альткоины растут, биткоин падает. То есть все наоборот. Все это очень логически и легко и просто объясняется, чтобы, скажем, вывести сумму в биткоинах с биржи. Многие конвертируют ее в другие криптовалюты, по которым, допустим, меньше комиссия, либо быстрее скорость обработки транзакции, либо просто перекладываются. То есть после, скажем, когда стало понятно, что есть такая закономерность, многие искусственно скажем, покупают биткоин, продают остальные, либо потом покупают альткоин и продают биткоин. То есть туда-сюда конвертируют, туда и получается прибыль и в том случае, и в другом. Поэтому сейчас мы находимся в таком цикле, когда биткоин растет, альткоины снижаются, поэтому по лейткоину в принципе тоже ничего необычного не происходит. За исключением одного момента, он все-таки лейткоин сильнее, чем другие криптовалюты в последние дни. Ну, не сильнее, конечно, чем Монеро, который гораздо интереснее вырос, выстрелил. Но, тем не менее, лейткоин находится в лидерах. Я думаю, что многие из вас добавили его в свой портфель в ближайшие дни, недели, либо, может быть, вы собираетесь это сделать, это вполне было бы правильно. Поэтому, если, скажем, мы присмотримся, то есть некий восходящий тренд локальный, вдоль которого мы и сейчас двигаемся. Вот я отметил его на графике, он будет более заметен, более понятен, если мы опустимся на меньший таймфрейн, на часовой. Вот видим, что именно от этих уровней цена отбивается несколько раз. Вот это было в данный момент. Затем вот следующая область. И сейчас, что интересно, мы тоже вблизи этих уровней находимся. Вот есть три точки, как минимум. Поэтому сейчас, кстати, есть неплохая возможность купить лейткоин. Цена по нему вполне неплохая, учитывая последние дни, ситуации, он стоит сейчас 87,5 долларов. Плюс он, кстати, находится также на прежних максимумах. Вот его прежний уровень сейчас обозначил, вот вершина. И поэтому вот также этот уровень, он, правда, опускался ниже него в период прошлого снижения, когда на прошлой неделе, в четверг также были распродажи массовые по альткоинам. Но, тем не менее, сейчас он выше, точнее, не выше, а стоит на этом уровне, находится прямо на нем. И если закрепится выше, сегодня, в течение торговой сессии лейткоин, то его можно будет купить. Он имеет все шансы быть выше 100 долларов за одну монету и в перспективе пойти до 120 уже в ближайшие дни. Поэтому, на самом деле, если по другим, по многим другим альткоинам есть тенденция скорее на снижение вниз, то по лейткоину можно попробовать его покупать. Это вполне будет обоснованно. Вот, кстати, дешкоин это отличный пример того, как можно заработать на снижении по криптовалюте. Как раз таки в ходе прошлого вебинара, в прошлый четверг 30 ноября мы говорили о том, что рост слишком стремительный, безоткатный, и поэтому мы ожидаем снижения по дешкоину. Вы можете посмотреть это в трансляции за прошлую неделю на YouTube канале. Так оно в итоге и получается. То есть мы видим, что он сейчас довольно быстрыми темпами, особенно вчера и сегодня, летит к отметке в 600 долларов, где находится довольно сильный уровень для него. Точнее, даже не на отметке в 600, а в 580. Поэтому пока его покупать не стоит, но если он, скажем, будет уже проговаться по 580, то, учитывая то, насколько высок интерес сейчас к дешкоину, то, насколько он постребован в целом, его также можно будет покупать от этих уровней. Поэтому рекомендую присмотреться еще и к этой криптовалюте, но пока опять же немного-немного подождать. Более подробную информацию всегда напомню, будет более свежая актуальная информация будет в Телеграм-канале. Риппл это еще один претендент на покупки. По Риппл про него нужно говорить отдельно. Это особая криптовалюта. Она, скажем, мало похожа на какую-то другую. Я думаю, вы про это слышали. Почему? Потому что, во-первых, ее нельзя майнить. То есть там все монеты уже находятся в обращении. Во-вторых, потому что она известна благодаря тому, что ее очень активно используют крупные финансовые институты, например, банки, мировые. Поэтому она заслужила такой статус криптовалюты, которая не ходит особо, но, опять же, не ходит именно в денежном выражении. Что такое 20 центов или 30 центов? Казалось бы, довольно мало. Но если мы в процентах посмотрим, то в процентах конечно движение по Ripple вполне себе ощутимое. Поэтому купить Ripple сейчас это вполне тоже перспективная идея. Почему? Опять же, потому что мы сейчас находимся вблизи уровня поддержки, причем это очень сильный уровень, который формируется с июля. Ситуация немного похожа на даже очень похожа на эфир. Мы видим также линия поддержки, которые покупаем. Но правда по Ripple есть еще и такая особенность, что он не обновлял свои максимальные значения, в отличие от того же эфира, например. Поэтому вот еще кстати похожая ситуация по Ripple очень на Lite кореньки. Он также долго шел вдоль линии, правда при этом обновляя максимум, на это стоит обратить внимание, а затем резко улетел вверх. Поэтому все-таки потенциал Ripple сохраняется. Сейчас есть точка для покупки, потому что он находится опять же в улетении очень важного уровня поддержки. Даже точка выделена желтым фоном. При этом целью будет примерно 26 долларов, как обычно. Вот он в этой консолидации находится уже довольно долго. Если быть точным границей, в руках которых находятся котировки по Ripple. Поэтому довольно простая идея, покупаем по 19,5 центов, продаем по 26, это почти 50% капитала без использования даже капитного тмича, например. То есть тоже очень интересная идея. И Bitcoin Cash напоследок тоже разберем. Вот отличная тоже идея была с прошлого вебинара в четверг. 30 ноября, видите, дата вебинара была, мы говорили о том, что он отбивается от важного уровня поддержки, его можно попробовать покупать. Цена в итоге выросла с 1200 до 1600 долларов, и после чего он опять опустился к этому же самому уровню. то есть это очень интересный момент, потому что от этого уровня стоит работать и сейчас. То есть мы либо сейчас ждем признаки разворота и продолжения роста, купить его можно будет выше вот этого уровня, когда уже как раз таки появится дополнительное подтверждение с отметкой 1300 примерно, и продавать, конечно, продавать, если он окажется ниже отметки в 1150, а еще лучше ниже 1000, то есть 1000 это круглый уровень, но опять же очень маловероятно, что биткоин туда уйдет во ближайшие дни, скорее всего мы увидим именно отбой отбой от значений текущих. на этом пожалуй все из нашей основной программы, то что мы хотели сегодня озвучить, обещал рассказать несколько слов про специальные бонусы для тех, кто внесет сумму на торговый счет в маркет для торговой криптовалюты в ближайшие дни, мы подготовили специальный бонус в размере 25% под сумму пополнения, то есть вносите скажем 1000 долларов получаете 1250. примерно счет. Кроме того, еще раз знакомый провод чат трейдерам, которые функционируют, ссылку на которые мы предоставляли уже сегодня. И я отмечу, что у нас в компании есть счет биткоина, то есть вам можно биткоин кошелька без конвертации, без комиссий перевести сумму и торговать именно в биткоинах. Вся прибыль также будет в этой криптовалюте, можете выводить сумму также в ней. специальное предложение есть для инвесторов, то есть те, кто сами не торгует, вы можете воспользоваться нашим инвестпортфелем на основе криптовалют. В него входят пока три ключевые криптовалюты лайткоин, эфир и биткоин, и он показывает довольно серьезную доходность в последние месяцы. Вот его график, могу тоже показать. Так, сейчас, секунду. Более 20% в месяц там доходность получается. Да, на самом деле, в чате говорят, очень стремительные движения по биткоину, он сейчас как раз-таки рисует длинную тень, сверху, то, что может быть признаком локальной коррекции, локального снижения, поэтому внимательно смотрим, желательно, чтобы он опустился ниже отметки в уровень 14100. Вот уровень, в котором он сегодня рос. Если окажемся ниже 14100, то завтра будет коррекция, будет снижение. То, что мы видели в прошлый раз на графике. Криптопортфель вот его график, он тоже очень-очень стремительно растет. Посмотрите, гораздо лучше, чем многих валют. Поэтому криптопортфель в Амаркетсе это очень интересный и очень доходный финансовый инструмент. Посмотрите, его стоимость выросла с начала ноября с 27 до 47 тысяч долларов. Поэтому всех призываю вас к данному инструменту присмотреться. На этом, пожалуй, все на сегодня. К сожалению, вот те криптовалюты меньше капитализации, как вы спрашивали в общем чате, они у нас не торгуются. Мы выбираем именно такие наиболее капитализированные криптовалюты. Что касается Yota, например, что еще про Waves спрашивали, про EOS, то все-таки это скорее такие классические памповые криптовалюты, которые, скажем, могут вырасти с одного до пяти долларов в моменте, в один-два дня, а потом уйти обратно до одного этого же самого доллара. Поэтому будьте аккуратны, смотрите, паттерны похожи по, как вот по биткоину мы сегодня смотрели, то есть их желательно вообще продавать. После того, как они, скажем, резко выросли, можно зарабатывать на снижении и затем покупать только при обновлении прежнего максимума. Мы все торгуем в компании А-Markets, это брокер, который дает возможность торговать криптовалютой. Поэтому, опять же, на данном слайде видите отличия и плюсы брокера по сравнению с биржей криптовалютой. Поэтому рекомендую присмотреться и постепенно уходить от бирж криптовалют и работать через регулируемые брокерские компании, где вы защищены будете еще и регулятором и сопутствующую поддержку будете получать. В общем, все. На сегодня все. Увидимся в следующий четверг в это же время. Работайте с нами. Либо смотрите наш чат торговую идею. Всем успехов торговли, прибыли. Увидимся совсем скоро. Всего доброго и до свидания. . Редактор субтитров субтитров субтитров